Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу, как быть засахаренным, чтобы крутить на этом велосипеде что нужно. Фактически, да, вот это сахар, да, а вот здесь у меня бананы, гречка и, соответственно, ежевика. Посмотрим, однако, на ежевику. Да и, в принципе, на бананы тоже. Потом расскажу. Вот это ежевика, да, ее сморозили, когда собрали, но вроде видно или нет, камера, я не знаю, показывает. Вот она розовенькая, то есть ни черная не созрела. Что в ней, что с ней не так? Бананы тоже не совсем созрели, можно тоже посмотреть. Так, не совсем созрели, к сожалению, да, цикл прервался на какой-то момент, то есть мы недостаточно купили или что, вот сейчас купим. Так что вот эти, допустим, созреют еще, но сегодня что-то нужно есть или не есть вообще. Да, вот это как раз проблема, которую я сегодня попытаюсь вам помочь решить. И, да, бананы не созрели, однако я все равно употребил, несколько из них сюда положил. Что в них меньше? Чего в них меньше? Чего меньше в ягодах, чем в созрелых ягодах? Конечно же сахара. Кто-то пишет, я просто ржусь, ребята, прогуглите, сахар состоит, сахароза, да, из глюкозы и фруктозы, это те же самые углеводы, те же самые калории на грамм, что и в бананах и в ягодах, но не только, но и в гречке, там, пшенице и в таких вещах. То есть это просто изолировано было из растения. Так вот, эти ягодки, у них, соответственно, недостаточно сахара, в этих бананах недостаточно сахара, потому что не созрели. И что мы делаем? Просто добавляем еще сахара. Я уже добавил до этого, поэтому сейчас немножко поменьше, тут грамм 100-120 сахара. Это то, что действительно поможет тебе крутить. Если ты встал с утра, я не знаю, конечно же, нужно начать день с вкусных, сладких фруктов, но они у тебя не созрели. К примеру, вот этот манго, тоже довольно-таки твердый еще, он должен быть помягче, гораздо созревше. Встал, смотришь, о, все зелено, блин, что мне делать? Попью-ка я водички и поеду крутить. Да, ты прокрутишь, но это, конечно же, создаст на долгосрочной перспективе ущерб твоему организму, твоему метаболизму. То есть ты приучиваешь свой организм к ограничению, не нужно этого делать. Если ты будешь ограничивать свой организм, он будет в долгосрочной перспективе ограничивать твою активность. Ты хочешь быть активным? Тогда не ограничивай себя. И да, такое бывает, елки-палки, с кем не бывает, не созрело, просто добавь сахар, просто восполни этот так называемый дефицит. Или, даже если очень сладкие фрукты, все созрело, все топ, но мало, скажем, всего три банана у тебя, я не знаю, или два банана, конечно же, восполни этот дефицит, в том числе сахаром, гречка, пожалуйста, отруби вот эти, как их, овсянка и прочее. Все это можно, да, восполнить. Не нужно ограничивать себя. Серьезно, сахар это то, что спасло меня и, наверное, всех, кто думает о своем теле, все, кто хочет быть активным каждый день. Потому что если бы я отказывался от сахара из-за всяких статей, что вот сахар, это не сахар, блин, елки-палки. Ребята, подожди, сейчас покажу. Так, вот эти ягоды. К сожалению, ежевики в биокачестве у нас нет, но здесь хотя бы в картоне. Так, я понимаю, что это по-немецки, но посмотрим. Вот здесь кольнгидрата, да, это углеводы. 9,6 грамм на 100 грамм продукта. Из дафон, то есть из них цука, сахар. Из 9,6 грамм углеводов, сколько из них сахара? 9,6 грамм, да. Пожалуйста, в этих ягодах, блин, еще 1,4 грамма белка, елки-палки. Ежевика вообще топ материал, криминально просто отличный. И, да, 9,6 грамм сахара. Пожалуйста, вот эти ягоды, да, тоже смесь. Здесь тоже угли. 5,2 грамма углей, из них сахара 5,2. Окей? То есть, поэтому во всем есть сахар. Отказываться от этого, но есть это, это просто маразм. Серьезно. Вы можете, конечно, доверять всяким недоблогершам и прочее на инстаграмчиках, на ютюбчиках. О, я отказался от сахара, теперь я ем бананы. What a fuck. То есть, серьезно. Некоторые потом еще дальше идут, отказываются от фруктов, когда узнают, что там тоже сахар, оказывается, такой же. И, блин, елки-палки. Я, конечно, не говорю, что 100% вот этот сахар такой же, как угли там в бананах и прочее, прочее. Но это глюкоза и фруктоза, и это присутствует тоже самое в бананах, кроме прочего, да, и ежевики. То есть, чисто сахар жрать, конечно же, это не лучший вариант, особенно на долгосрочной основе. То есть, если у тебя дома вообще нет еды, то, скорее всего, очень плохие карты у тебя. То есть, действительно, позаботься, не знаю, закупись или, не знаю, деньги нужно, конечно, заработать, если нет. Но если у тебя есть еда, то принимай вот такой вот сахар вместе с цельным продуктом. Всегда вместе с цельным продуктом. Опять-таки, есть исключение, извиняюсь, не всегда. Если ты едешь на велосипеде, и у тебя интенсивная поездка, тренировка, скажем, или гонка, особенно гонка, посмотрите, что принимают профессионалы. В основном это чистый сахар, чистый сахар, сахарная вода, кока-колу пьют, да. Пожалуйста, самый дешевый вариант, вы можете, конечно, покупать дорогие гели, они, признаюсь, да, вкусные, от клиффа, например, клиффшот, очень вкусные. Но, елки-палки, вот это в биокачестве сахар килограмм стоит примерно сколько один гель клиффшот. И это относительно дорого для меня. Если для тебя это пойдет, то пожалуйста. Но, пожалуйста, если интенсивность высокая, ты можешь сахарную воду делать, да. Углеводы могут быть простыми, если интенсивность высокая. Если ты завтракаешь, то всегда, или обедаешь, всегда простые сахара, да, вот эти, просто сахар, используя с цельным продуктом. Если ты хочешь, к примеру, вот это, да, было в предложении варенье, да, варенье, пожалуйста, посмотрим. Варенье 55 грамм углей, из них 55 грамм сахара, да. То есть, это, грубо говоря, очень много сахара здесь, и относительно, ну окей, здесь косточки есть, относительно мало клетчатки, наверное. Здесь, к сожалению, не написано, сколько клетчатки. Такие вещи тоже всегда с цельным. Что это значит? Ну, не будешь же варенье на банан намазывать, наверное. Хотя это возможно определенно. Но, например, хлеб, безглютеновый там или что, то есть, на хлеб можно намазывать, на блинчики и прочее. То есть, где присутствует, опять-таки, цельная мука. То есть, это действительно вот так можете смешивать. Пожалуйста, здесь тоже сироп агавы, чистый сахар, 75 грамм углей, из них 75 грамм сахара. С чем использовать? Пожалуйста, вот там фруктики. Уже нарисовано специально для вас. Фруктики, тут что, ананас, ягодки. С цельным используйте, да. Агавы, сироп, это практически как мед, только по пищевой ценности, так сказать, это примерно одно и то же. В меде, однако, больше сахара. 82 грамма углей, 82 грамма сахара из них. То есть, мед нонсенс абсолютный. Не нужно воровывать пчелы и прочее, финансировать в эту индустрию. Есть простой сахар, есть сироп агавы, есть клюквенный сироп. И какие источники сахара используешь ты? Нужно ли тебе иметь или всегда быть готовым к активности каждый день? Или ты просто, не знаю, лежи бока, лежишь на диване, нет там ни девушки, ни друзей, с которым можно поактивничать? Или нет велосипеда, или нет хобби? Дай мне знать в комментариях. До свидания. До свидания.